Бивер Крик Кафе Здесь светит всегда очень ярко. Я с удовольствием перееду в Колорадо, когда выйду на пенсию. Вообще-то я уже достаточно стар. Может быть, мне пора перебираться сюда. А чем ты занимаешься здесь сейчас? Я работаю на норвежское телевидение. Меня называют экспертом. Я даю анализы перед соревнованиями и после них. Да, тебе есть о чем рассказать телезрителям. Вы знаете, я уже довольно давно закончил карьеру профессионального горнолыжника. Поначалу мне было легко работать комментатором. Но потом у меня рождались дети, я все глубже и глубже погружался в семью. И мне сложнее становилось следить за горными лыжами. А что ты думаешь о супергигантском слаламе? О чем конкретно ты говоришь в своих комментариях? Супергигант и скоростной спуск во многом похожи. Но есть очень большая разница. Перед скоростным спуском проводятся тренировки. А в супергигантском слаламе у тебя только одна попытка. Поэтому очень важно хорошо изучить трассу. Херман Майер был настоящим профессором. Он четко расписывал каждую минуту, каждую секунду. У него был прекрасно рассчитанный план. Конечно, нужно идти по трассе очень агрессивно, но выкладываться необходимо на 98%, а не на 100%, чтобы не сойти с трассы. Вчера на трассе супергигантского слалама соревновались горнолыжницы. Под 18-м номером на трассу ушла 30-летняя американка Линдси Вон. Ее вели по времени Корнелии Хюттер. Линдси проигрывала 42 сотые на первой контрольной отсечке, но на финише она опередила Хюттер на 11 сотых. Я вспоминаю Олимпийские игры 2002 года. Тогда у меня тоже было много болельщиков. Прекрасная атмосфера ощущалась перед стартом. Мне очень приятно выступать дома. Следом за Линдси Вон на трассу ушла Тина Мазе. 31-летняя славянка сумела улучшить результат 30-летней американки на 12 сотых секунды. А закрывала группу сильнейших чемпионка Сочинской Олимпиады Анна Фенингер. На первой контрольной отсечке 25-летняя австрийка опережала Тину Мазу на треть секунды, на второй на 26 сотых, на третьей на 17. А ценой победы оказались три сотые. Я хорошо выступала на последних этапах перед чемпионатом мира. Три раза в этом сезоне я занимала второе место в супергигантском слаломе. У меня был план. И вообще, если хочешь что-нибудь выиграть, нужно стремиться к победе. А я немного мандражировала перед стартом. Но я сказала себе, главное пройти первые ворота. У меня получилась хорошая попытка. Конечно, хотелось бы, чтобы было меньше ветра. Наверное, со мной согласны все горнолыжницы. Я очень хорошо прошла по нижней части трассы. Возможно, я могла бы прибавить и наверху. Но я следовала своему плану, и я счастлива, что выиграла бронзовую медаль. Хеттель, а что ты думаешь о сегодняшних соревнованиях? Что ты можешь сказать про Анну Феннингер? Она олимпийская чемпионка. Она очень талантливая горнолыжница. И она шла по трассе очень раскованно. Анна прекрасно справилась с верхней частью трассы. А Линси Вон немножко замедлилась. Мне кажется, она потеряла примерно полсекунды. Ну а Тина Мазе, которая не смогла защитить звание чемпионки мира, тоже выглядела очень хорошо. Прекрасный итог. Три лучшие горнолыжницы оказались на пьедестале почета. Да, и их разделили только 15 сотых. Соревнования действительно получились очень интересными. Я получил большое удовольствие. Линси вернулась в спорт после серьезной травмы. Она лидировала. Правда, результат Линси Вон через две минуты сумела побить Тина Мазе. Ну а Анна Феннингер стартовала под 22 номером. И Анна знала о результатах своих соперниц. Я думаю, что такие результаты – это большой успех для женских горных лыж. Четель, а что ты думаешь о предстоящем скоростном спуске? Я думаю, что Линси Вон может считаться главным фаворитом. Скоростной спуск – ее любимая дисциплина. Обычно в скоростном спуске она выступает лучше, чем в Супергиганте. Правда, Вон лучше подходят более пологие трассы. Вон уже улучшила рекорд Марии Мозер-Проль, одержала 64-ю победу на этапе розыгрыша Кубка мира. Признаюсь честно, я болею за Линси. Она настоящий боец, и она достойна еще одной золотой медали. Ну а теперь давайте поговорим о мужчинах. Сегодня горнолыжники будут состязаться на трассе супергигантского слалома. А вчера была проведена тренировка на трассе скоростного спуска. Лучший результат показал Четель Янсрут. До сих пор сезон складывался для меня удачно. Правда, последним супергигантом в Китсбюэле я не очень доволен. Да, я являюсь олимпийским чемпионом, но былые заслуги сейчас не считаются. В этом сезоне 29-летний норвежец Четель Янсрут поднимался на высшую ступень пьедестала почета в Вальгардене и Лейк-Луисе. Трасса супергигантского слалома в Биверк-Рике очень сложная, особенно в верхней части. Нужно рисковать, чтобы рассчитывать на высокий результат. Вообще, начинать чемпионат мира с супергиганта довольно сложно. Последние 50 секунд трасса будет уже довольно ровной. Но здесь можно допустить очень серьезную ошибку. Это будет очень технический супергигант. Четель, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, это будет норвежский чемпионат мира? Конечно. А на что могут рассчитывать норвежцы в супергиганте? Супергигант – это наша дисциплина. Очень долго норвежцам не покорялся скоростной спуск, но Аксель Лунд-Свиндель наконец-то сумел завоевать звание чемпиона мира, и он уже повторил свой успех. А в супергигантском слаломе норвежцы всегда показывали прекрасные результаты. Сейчас я, конечно, хочу выделить Четеля Янсруда. Он, несомненно, главный фаворит. Перед Рождеством в Биверкрике он одержал победу на трассе скоростного спуска, а в супергиганте он допустил серьезную ошибку, но занял, тем не менее, второе место. Но многое будет зависеть от погоды. Прогноз не очень благоприятный, и, может быть, преимущество получат спортсмены, которые будут стартовать среди первых. Такие сюрпризы мы уже видели в Гармише, когда Тед Лиджити, стартовавший под 10 лет,